Доброе утро! Меня зовут Игорь Винявский, я ведущий программы «Вот так» и вице-шеф русскоязычной редакции «Вот так». В 2017 году я вообще, наверное, был первый человек на Белсате, который был не с Белоруссией и не с Польши. Когда Алексей Диковицкий, тогда зам директора, сказал, что создается вот такой проект, задача которого противостоять российской пропаганде, я, честно говоря, практически не раздумывая сказал, что да, я согласен в нем участвовать, потому что понимаю, насколько важно это делать. И я до сих пор считаю, что это важно делать, и вижу, что мы не ошиблись, вижу, радуюсь каждый день нашим успехам, понимаю, что мы делаем очень важное дело. Важно понимать, что федеральные каналы распространяют неправдивую информацию не только для россиян внутри России, но также на русскоязычных зрителей в Евросоюзе, в США, в Белоруссии, Украине, Казахстане. И поэтому русскоязычный проект «Вот так!» очень важен не только для ситуации внутри России, но и для того, чтобы русскоязычные люди понимали правду, могли отличать дезинформацию от фактов, благодаря в том числе такому проекту «Вот так!» на Белсате. С днем рождения «Вот так!» пусть будет побольше хороших новостей. Этот будинок на два дни стал центром белорусской бизнес-активности, глава региона, города или района. С надписями «Менск», «Веросте», «Чорнигов», «Донецк». Я работаю на Белсате с 2008 года и своими глазами видел, как зарождаются новые программы и форматы. И раньше в рамках сотрудничества между редакциями я переводил свои сюжеты дополнительно с белорусского языка на русский, сейчас перевожу с русского на белорусский. И я очень рад доносить информацию нашей огромной и благодарной аудитории с точки зрения белоруса и европейца. С января 2014 года я работал на Белсате, был выпускающим редактором и ведущим белорусскоязычных программ. В 2017 году вице-директор Белсата Алексей Диковицкий предложил мне возглавить новый проект русскоязычного вещания на Белсате под названием «Вот так». Это была очень интересная идея и, как сегодня мы видим, очень эффективная в борьбе с дезинформацией и фейк-ньюсами, которые распространяет Кремль, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова